И снова МИГ. 20 мая 2019 года независимое военное обозрение и снова МИГ. Модернизированные МИГи будут нести службу в частях ВВС Индии как минимум до 2025 года. Фото Джатермоя Маулика. Несмотря на преклонный возраст, самолет-ветеран пока еще может за себя постоять. В ноябре сего года исполняется 60 лет со дня завершения государственных испытаний истребителя МИГ-21Ф и начала его серийного производства. Тогда никто и предположить не мог, что в конце февраля 2019 года МИР облетит сообщение об очередной победе этого самолета в воздушном бою в ходе очередного конфликта между Индией и Пакистаном, да еще и над истребителем четвертого поколения. Ф-16. Fighting Falcon. Боевой сокол. Впрочем, Исламабад и Вашингтон неоднократно опровергали это сообщение. Всех понять можно, поскольку идет борьба за честь мундира, а США к тому же не могут себе позволить, чтобы какой-то МИГ 60-летней давности смог разделаться с их соколом. Более подробно о тех событиях рассказано в статье Александры Манякиной «Стычка в небе над Кашмиром», опубликованной в НВОД 22 марта 2019 года. Время, однако, все расставило по своим местам, и в начале апреля сего года. На пресс-конференции вице-маршал авиации Капур предоставил неопровержимые доказательства применения Пакистаном против Индии самолетов F-16, а также то, что один из них был сбит индийским МиГ-21. Пакистан атаковал тремя группами – северную, центральную и южную провинции Индии. Северную и центральную группу составляли самолеты JF-17, а южную F-16, заявил, в частности, вице-маршал авиации Капур. Самолеты F-16, вторгшиеся в воздушное пространство Индии на юге, выпустили несколько американских ракет. Наши летчики получили приказ на ответную атаку. В итоге один из F-16 пакистанских ВВС был сбит ракетой R-73 пилота МиГ-21 Абхинандана Вардхамана. Но через некоторое время его самолет был поражен пакистанским F-16, и он был вынужден катапультироваться, оказавшись на контролируемой Пакистаном территории. Большинство ракет целей не достигли, так как наши пилоты, маневрируя, ушли из-под удара. Журналистам были представлены несколько снимков с экранов радаров, на которых запечатлен ход воздушного боя. Также представитель ВВС Индии сообщил, что были зафиксированы два купола парашютов, один индийского, другой пакистанского летчиков. Представленные данные средств объективного контроля свидетельствуют о падении двух самолетов на территории Пакистана с интервалом около 90 секунд. Заметим, что это не первый поединок между Бизоном, такое обозначение в ВВС Индии получил модернизированный МиГ-21 и Соколом. Так, в феврале 2017 года в ходе приграничного конфликта между Пакистаном и Индией эти самолеты столкнулись с пакистанскими F-16. Тогда сообщалось, что индийские летчики потеряли два МиГа, а пакистанские одного Сокола. В боях за независимость Индии. Начало экспортных поставок МиГ-21 относится к 1962 году, и лидировала в этом Индия, куда равно 57 лет назад поступили первые шесть МиГ-21F. Самолет к началу 1960-х неплохо себя зарекомендовал, а после перехода с серийных заводов СССР на выпуск перехватчика МиГ-21ПФ появилась его экспортная версия МиГ-21ФЛ. И снова первым его импортером стала Индия. МиГ-21ФЛ серийно строился на заводе Знамя труда в 1965-1968 годы, а с 1966 по лицензии в Индии. В 1998 году в Индии находилось около 50 таких истребителей. Если верить зарубежной прессе, то 6 декабря 1971 года индийский пилот на МиГ-21ФЛ сбил из пушки на малой высоте своего старшего брата пакистанский истребитель F-6, вариант МиГ-19С, выпускавшийся в Китае. В 1999 году в индийском штате Кашмир армия в труднопроходимых горных районах, да к тому же на высотах 35400 метров, вступила в затяжные бои с малочисленными, но хорошо подготовленными отрядами боевиков. Переломить ситуацию смогла лишь авиация. В воздушной операции, начавшейся 26 мая, довелось участвовать МиГ-21М и МиГ-21БИС. В первый день боевых действий вместе с истребителями-бомбардировщиками МиГ-23БН и МиГ-27 индийские пилоты на МиГ-21 совершили 40 вылетов. Всего же за 49 дней воздушная компания авиации Индии выполнила 550 самолетов и летов для бомбо-штурмовых ударов по наземным целям, и основная тяжесть пришлась на МиГ-21 и МиГ-27. В том же году 11 августа пилот индийского МиГ-21 сбил пакистанский самолет-разведчик «Атлантик». По сообщению представителя Минобороны Пакистана, все 16 членов экипажа погибли. Трудно сказать, кто прав в этой истории, а кто виноват. Пакистан утверждает, что обломки машины упали на его территории, а противоположная сторона говорит о том, что решение об уничтожении было принято, когда «Атлантик» находился в воздушном пространстве Индии. Индийские ВВС начиная с 1997 года недосчитались 57 МиГ-21 различных модификаций. Страшная статистика, и причин здесь несколько. Прежде всего сказалась нехватка запчастей. Отсутствовал надлежащий контроль за продлением ресурса планера. Да и летчики, особенно молодые, не очень-то стремились летать на МиГ-21 и не очень верили в машины, поскольку самолет не ремонтировался и не дорабатывался. Ода истребителю. В августе 2003 года газета Asian Age опубликовала откровение бывшего главкома Индийских ВВС Анила Тепниса под заголовком «Моя прекрасная Леди Ода самолету МиГ-21». «Можно ли надеяться, — писал Тепнис, — что простой обыватель знает о том, что в этом году МиГ-21 отметил 40-летие своей блестящей службы в Индийских ВВС. Более вероятно, что обыватель скорее обратит повышенное внимание на эпитет блестящий применительно к МиГ-21 и негодующе возмутиться, почему до сих пор 40-летняя старая ведьма составляет компанию 20-летним летчикам. Однако выиграет наверняка тот, кто уверенно так или иначе захочет держать пари со среднестатистическим индийцем на катастрофе МиГ-21. СМИ регулярно о них информируют. Говорят, глазами свидетеля красота искажается, а будет ли также верно утверждение о том, что уродство также становится искаженным из-за злого пера или после пересказов злых языков. Понадобится талант великих мастеров слова, чтобы исправить несправедливость, окутавшую несчастную голову повелителя небо-истребителя МиГ-21. Эра 2М индийских ВВС началась с вводом в строй первых шести МиГ-21 в апреле-майе 1963 года. США покровительствовали Пакистану и обильно снабжали Пакистан военными подарками. В частности, это были раздутые рекламы старфайтеры F-104 фирмы Lockheed и стратегические самолеты-разведчики Martin AB-57. Предметом хвостовства были две скорости звука F-104 и возможность пилотирования AB-57 на высоте 65 тысяч футов. МиГ-21 сочетал в себе оба эти параметра и доказал эффективность противостояния обеим машинам. Несмотря на то, что МиГ-21 был спроектирован специально как сверхзвуковой истребитель-перехвальчик, ему пришлось вынужденно переквалифицироваться в соответствии с реалиями того времени в ударный самолет, а также для решения других задач на малых и средних высотах. Индийские ВВС, склонные приспосабливаться к любым условиям, а также не чуждой изобретательности, сделали это искусно, хотя и учли некоторые ограничения. К концу 1970-х парк МиГ-21 достиг 400 самолетов. На протяжении последних четырех десятилетий МиГ-21 составлял костяк обороноспособностей индийских ВВС. Они несли постоянную службу, ночью и днем, выслеживали нарушителей границы и охраняли залив от потенциального неприятеля, сбивали неприятельские самолеты, не отвечавшие на предупреждения. В ходе индо-пакистанского военного конфликта 1965 года половина эскадрильи МиГ-21 обеспечила полное прикрытие в сражении с воздушными патрулями для своих ударных сил, возвращавшихся домой. В 1971 году их ждал военный триумф после того, как были повержены Сейбры и Ф-104, а пакистанские Амиражи-3 не стали связываться с нашей страшающей леди. В ходе операции «Безопасный сагар» Каргильского конфликта МиГ-21 адаптировались для действий в горах на больших высотах. МиГ-21 взрастил на своих коленях сотни летчиков, обучил их, усовершенствовал их мастерство, слушался их, выполнял их задачи, доставлял им неописуемое удовольствие, терпел их случайные ошибки и, увы, иногда неизбежно погибал от своей собственной хрупкости или от неумелости своего хозяина. Так сколько же тех немногих избранных, которые впадали в экстаз от синевы неба с тем самым надежным товарищем, тех, кто чувствовал последний звонок их создателя, но продолжали полеты на следующий день, несмотря на благословенное упрянство нашей возлюбленной леди защищать саму себя. «Почему я так превозношу тебя, МиГ-21?» Не обращая внимания на такие язвительные насмешки, как оставляющий вдов, моя дорогая девочка, потому что ты на самом деле стала воспитателем мальчишек. «Если мне суждено уйти вместе с тобой, моя душа будет терзаться, услышав, что кто-то назвал тебя летающим гробом. Но моя душа будет спокойна, если наша общая надгробная надпись будет звучать так, в той жизни, которую ты предложила этому пилоту, твое кресло было ему дороже королевского, а после смерти ты поместила его душу в пантеон славы. Но я еще жив и надеюсь, что проживу еще десяток лет, оставаясь вместе с твоими поклонниками и воздыхателями. А наши потомки и правнуки будут также воспевать твои подвиги, совершенные на благо нашей крепкой полувековой дружбы и верную службу нации и индийским ВВС. Однажды, без сомнения, ты уйдешь на заслуженный отдых, но для тех из нас, которых ты вырастила в своей тробе, на службе или после нее, ты всегда останешься моей прекрасной леди». Модернизация Моральное и физическое старение МИГ-21 привело к идее его глубокой модернизации, в том числе и продлению ресурса. Договоренности об этом достигли еще в 1993 году. В окончательном виде предусматривалось переоборудование 125 самолетов, плюс зарезервировали возможность доработки еще 50 машин. В 1993 году ОКП им. ЯИ. Микояна сформировала концепцию модернизации МИГ-21 ВИС. Предусматривалось наращивание боевой эффективности самолета за счет установки современной многофункциональной бортовой радиолокационной станции БРЛС, копье с увеличенной в 2-3 раза дальностью обнаружения, в режиме воздух-воздух в передней полусфере до 57 км и до 30 км в задней, и возможностью одновременного обстрела двух целей. К тому же самолеты снастили ракетами средней дальности РВВА с активной головкой самонаведения, ГСН, и Р-27 с полуактивными и тепловыми ГСН, а также ближнего боя Р-73Е, на шлемной системе целью казания и более точного прицеливания при стрельбе из пушки. Сохранилась и пушка ГШ-23Л. В режиме воздух-поверхность радиолокатора осуществляет как картографирование местности, возможно укропнение выбранного участка карты, так и обнаружение наземных и морских целей, железнодорожный мост может быть обнаружен на дальности до 100 км, а катер на дальности до 30 км. Борьба с надводными целями может осуществляться с помощью противокорабельных ракет ПКР Х-31А. Для борьбы с РЛС, в зависимости от дальности, имеются ракеты Х-25МП и Х-31П. В состав вооружения входят также корректируемые КАП-500КР и обычные авиабомбы калибра от 100 до 500 кг. Не исключена подвеска неуправляемых авиационных ракет Х-5, С-8, С-13 и С-24. Кроме того, самолеты получили бортовое радиоэлектронное оборудование французского, израильского и индийского производства. Модернизированный самолет в Индии получил обозначение МиГ-21БИС и ПИЧИ БИЗОН. Если МиГ-21БИС был и раньше опасным противником, то теперь его боевой потенциал еще больше возрос, а сам самолет стал в один ряд с истребителями четвертого поколения. Первый прототип МиГ-21-93, доработанный в Нижнем Новгороде, впервые взлетел 25 мая 1995 года, пилотируемый заслуженным летчиком-испытателем СССР, героем России Владимиром Горбуновым, а второй прототип МиГ-21БИС-UPG, поднялся в небо 3 октября 1998 года. И еще один интересный факт, касающийся БИСа. Российские специалисты предложили Индии дополнить ранее заключенный контракт установкой радиопоглощающего покрытия. Испытания условной цели, проведенные в Нижнем Новгороде в мае 2000 года в присутствии военно-воздушного аттажа Индии, показали, что эффективная поверхность рассеивания ЭПР МиГ-21БИС может быть снижена более чем в 10 раз. Но до этого дела не дошло. Первый модернизированный МиГ-21-93 отправили в Индию для испытаний в начале января 2001 года. Спустя 4 года завод «Сокол» полностью выполнил контракт с Индией. Сегодня около 120 модернизированных МиГов стоят на вооружении 4 эскадрильей индийских ВВС, которые можно будет эксплуатировать как минимум до 2025 года. На равных с «Соколом» и «Орлом». Говоря о МиГ-21, нельзя не упомянуть и вот еще о чем. Как показали совместные американо-индийские учения ВВС «Кауп Индия-2004», проведенные в феврале 2004 года на военно-воздушной базе ВВС Индии «Гвалиор» МиГ-21 ВИС «УПГ» способен успешно противостоять и американскому истребителю «Ф-15С» «Игл» «Орел». В ноябре 2005 года в Индии проходили совместные индийско-американские учения военно-воздушных сил. С индийской стороны в учениях помимо Су-30 «МКИО» участвовали МиГ-21 ВИС «УПГ» МиГ-27, МиГ-29 «Ягуар» и «Мираж». Со стороны США самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Сначала в бой вступили «Ф-16С» «Блок» 50 с доработанной бортовой РЛС «АЗТМ» «Ф-15». Последние проиграли все бои, причем иногда соотношение потерь достигало 8 к 1 и 9 к 1 в пользу индийских летчиков. При этом «Бизоны» фактически на равных сражались с «Ф-15» и даже выигрывали у них. «Бизон» и «Ф-16» обнаруживали друг друга примерно на одинаковом расстоянии 60 километров, хотя РЛС «Американцы» заметно мощнее копья, но зато и «ПРМИГа» меньше. Поразила американцев и точность бомбометания. Судя по опубликованной информации, на учениях с американцами имели место бои на больших дистанциях с применением ракетного вооружения. В ближнем маневренном бою шансы на успех у летчиков МиГ-21 ВИС «ЮПИ-ЧИ» и «Ф-16С» будут примерно одинаковы. Дело в том, что в бою на вертикалих, а именно этот бой считается наступательным, скороподъемность МиГа при работе двигателя на чрезвычайном режиме выше, чем у «Сокола». Получается, что летчик Бизона способен на вертикалих догнать противника или оторваться от него. Хуже обстоят дела на горизонталях. Несмотря на меньшую удельную нагрузку на крыло, радиус виража Бизона будет больше, чем у противника, а значит, а зайти ему в хвост будет легче, открыв огонь из пушки на поражение. Не следует забывать о том, что эксплуатационная перегрузка, на которую рассчитан «Ф-16», выше, чем у МиГа, 9,5 г против 8 г, что даст ему дополнительное преимущество в маневренном бою. Однако следует учитывать тот факт, что со времен окончания войны в Корее не зафиксировано ни одного достоверно описанного случая ведения ближних воздушных боев между сверхзвуковыми истребителями с применением пушек. То, что было во Вьетнаме, не показатель, поскольку там пилоты МиГов действовали из засады, поражая тяжело груженные американские истребители-бомбардировщики. Все остальные победы были одержаны благодаря ракетному вооружению. Николай Васильевич Якубович авиационный инженер, историк авиации. Право на данный материал принадлежат независимое военное обозрение. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.